Приветствую вас! Это программа «Психологическая азбука» и я ее ведущая Ульяна Мукаилова. Сегодня тема нашей программы звучит «Перфекционизм или право на ошибки». И сегодня с гостем нашей программы директором психологического центра ДГУ Джабраиловым Арсеном Набевичем мы будем говорить о праве на ошибку. С удовольствием. Говорят, ошибок не совершает только тот, кто ничего не делает, но все равно продолжаем их бояться. Имеет ли право человек на ошибки, Арсен Набевич? Есть хорошая японская поговорка «Пока человек учится, он имеет право на ошибку». Вероятно, речь идет о том, что когда он уже отучился, он же не должен их совершать. Но если бы мы полностью отвечали бы за свою жизнь и полностью владели бы всем, что происходит в ней, то, наверное, это было бы уместно не совершать ошибки. Но учитывая, что не все в руках самого человека, ошибки, они вполне возможны. И это вполне нормальная часть нашей нормальной жизни. А какова природа страха ошибок? Природа страха, она... Давайте уйдем немножко в этом вопросе в детство. Когда мама своего маленького ребенка с целью воспитать и сделать из него удобного ребенка, начинает сравнивать с другими детьми и говорит ему, что вот ты выпачкался, а вот там магомедики или патюли, они вот чистенькие. И вот с этого момента начинает закрадываться вот этот страх быть хуже других. И если мы говорим о страхе вообще, как таком чувстве, которое присутствует у всех биологических существ, в том числе и у животных, да, то это одна сторона дела. Но мы сейчас говорим про другой страх. Мы говорим про страх социальный. И вот эта ошибка, она относится к социальным страхам. Мы боимся оказаться в какой-то момент хуже кого-то или хуже, чем о нас думает кто-то. Тем более нас воспитывает всегда, что люди скажут. А почему именно в Дагестане так остро и так болезненно реагируют на то, что люди скажут? Дагестан исторически, наверное, вопрос все-таки больше к историкам, чем к психологам, но тем не менее, Дагестан исторически складывался так, что с системой управления были горизонтальные отношения. У нас мало было вертикалей. И мы привыкли взаимодействовать между семьями, между селами, между тухумами, между родами и так далее. И, естественно, выстраивая какие-то социальные отношения, выдавая замуж, когда нужно женить парня и так далее, всегда присматривались. Кто есть кто, кто чей, по сегодняшний день происходит то же самое. И, конечно, что называется, это был такой торг, кто лучше, кто хуже. И никто не хочет быть хуже, все хотят быть лучше. По крайней мере, стремятся к этому. И, естественно, каждая ошибка отдельного члена семьи, она накладывала определенный отпечаток негативный на всю семью или на весь род. И такие ошибки тоже мы знаем в истории Дагестана. Поэтому, конечно, ошибок очень боятся в Дагестане. Перфекционистом быть – это хорошо или плохо? Вы знаете, есть понятие нормы. И вот если мы берем некоторый такой перфекционизм, как качество человека, быть правильным, но осознанно правильным, это хорошо. Любые крайние варианты, когда человек совершенно безответственный или он гиперответственный, это всегда какие-то элементы патологии. Потому что представьте себе человека, который, например, никогда не приходит вовремя, приходит с огромными задержками, никогда не выполняет своих обещаний, находит тысячу оправданий этому. С таким человеком очень сложно строить какую-то коммуникацию и уж тем более вести какие-то, допустим, деловые отношения. И другой человек, который вообще не дает никому житья просто потому, что что-то не так. Там салфетка не так лежит, полотенца не так повешены, туфли не так стоят, допустим, в прихожей и так далее. Из этого раздувается огромный скандал. Я думаю, что крайние варианты всегда травматичны для семьи. А быть ответственным, быть в меру, как в притче о одном из фараонов, когда он попросил своих жрецов найти слово, определяющее все, они им сказали, что это мера. То есть во всем нужна мера. Учитывая, что сейчас люди очень много времени проводят в социальных сетях, какая-то часть работает в социальных сетях, насколько важно быть, так сказать, безошибочным и осторожным? Ну, я думаю, настолько же важно, насколько умножается, если такой коэффициент ввести, насколько умножается момент разлета информации по всему миру. То есть чем больше у тебя подписчиков, тем более осторожным ты должен быть. Чем меньше у тебя подписчиков, тем менее осторожным ты должен быть. Ну и потом, это, конечно, я утрирую, есть люди, которые специально создают так называемый черный пиар, чтобы продвинуться. Есть люди, которые не создают его. Но, опять-таки, мы живем в мире, в котором сегодня не оказаться в социальной сети гораздо сложнее, чем там оказаться. И это даже кажется странным. Конечно. Тем более, вы можете к этому не прилагать никаких усилий. Вы просто можете идти по улице. Кто-то, увидев вас, зная, что вы человек, допустим, медийный, если речь, допустим, конкретно о вас, или обо мне, зная, что я человек, допустим, публичный в каких-то вопросах, мне ничего не стоит снять, как там я ковыряюсь в носу, извините, не к столу будет сказано. И это разлетится по всему миру. И еще, если к этому еще приписывать, там, ой, представьте себе, там, да, или вот он сидит, психолог, там, других учит, а сам-то вот там. И это моментально превратится в какую-то такую вообще невозможность. Если, там, человек здоров, психологически здоров, и он может к этому отнестись с точки, как с юмором, это одна сторона. А если человек немножко застревает на этом, это может испортить ему жизнь. И таких случаев же много. А Арсен Набевич, откуда такая тяга подглядывать за чужой жизнью? Ой, это вообще очень интересная история. И ее корни уходят в теории Фрейда о психосексуальной теории, о теории либидо. И есть два таких понятия, которые имеют отношение к сексуальным извращениям. Это вуайеризм, это стремление подглядывать за мощную скважину за чужой жизнью. И это эксгибиционизм, это стремление показывать свою жизнь. Ну, наверное, ни для кого не секрет, что иногда в каких-то фильмах мы можем увидеть у какого-то человека в доме подзорную трубу. И он через эту подзорную трубу подглядывает за соседями, которые живут в доме напротив. То есть он, по сути, еще как бы не было социальных сетей, но это уже было. Желание посматривать, подслушивать. Потом бабушки, которые сидели у подъезда и знали про все, что происходит в семьях других людей. То есть это, понимаете, такие прообразы сегодняшнего интернет-подглядывания. Сегодня есть люди, которые, по сути, подписавшись под кого-то, они живут жизнью этой семьи или этого человека. Это такой, знаете, мыльный сериал жизни какого-то конкретного человека. И люди не свою жизнь проживают, а проживают жизнь данного персонажа. И, конечно, будут всегда люди, которые хотят показать это. Это опять про что? Про статус. Ведь биологические инстинкты никто не отменял, а их три. Инстинкт питания, инстинкт размножения, инстинкт доминирования. Вот все люди хотят хлеба, зрелищ, похоть, естественная потребность человека. И доминирование через это. А что сегодня позволяет доминировать человеку? Количество подписчиков, количество лайков, количество комментариев и так далее. И люди в этом плане немножко уходят далеко туда, куда, наверное, не следовало бы им идти. И, конечно, есть люди, которые, с одной стороны, хотя не имеют отношения именно к сексуальной извращенности, элементы этой извращенности в них присутствуют. И это такой, знаете, такой социальный вайеризм и социальный изгибиционизм. То, о чем мы говорили, когда люди хотят подсматривать или хотят демонстрировать. И, естественно, нужно обязательно написать целую кучу каких-нибудь неприятных комментариев и так далее. Очень хорошо показывает на самом деле, кто есть кто. Когда человек ошибается, очень четко показывает, кто есть кто на самом деле. А как бы оголяются, да, все вопросы? Конечно, конечно. Они показывают свое истинное нутро. Друзья становятся еще большими друзьями, враги еще больше тебя ненавидят. Тот, кто любит, еще больше любит. Тот, кто ненавидит, еще больше ненавидит. Но как объяснить людям, что это неправильно, что с вами, товарищи, не все в порядке? И как им помочь? Ну, вы знаете, у психологов нет такого... Что с тобой неправильно? У психологов есть правила. Нет заказа, нет работы. Хотя, с другой стороны, если мы говорим о какой-то профилактической части, но мы об этом часто говорим. О том, что прежде всего нужно жить свою жизнь. Здесь не стоит вопрос, чтобы не жить жизнью других. Ну, нравится вам кто-то, вы смотрите, как человек действует. Для чего? Чтобы что-то положительное внести в свою жизнь. Например, мне нравится, как, условно, какой-нибудь повар, Константин Ивлев или Сталик Ханкишиев какой-то. Как они готовят что-то? Я учусь, и я тоже повторяю, готовлю. Это одна сторона дела. Другая сторона дела, когда ничему не учатся, а просто смотрят с тем, чтобы потом это кому-то переслать, и чтобы это еще и обсудить. Знаете, я вспоминаю из истории, когда, ну, скажем так, были ляпы. Ну, например, был у нас такой персонаж в политике, Черномырдин. Тогда не было так развито интернет. Но его перлы сегодня знают все. Но более того, мало кто об этом говорит, потому что нет видео, как бы, доказательств. Но матершинник был страшный. Он в коридорах власти, в Кремле и в правительстве, он так матерился, что, мама, не горюй. Про него легенды ходят. Господи, что тут далеко ходить? Тот же самый министр иностранных дел, ну, иногда позволяет себе что-то, да, и ляпнуть. Да, мы это тоже знаем. Один из, наверное, самых таких ярких ляпов в прямом эфире был, такой, не знаю, киноляп, но, наверное, эфирный такой ляп, был у Николая Озерова, комментатора, великого комментатора советского, во время хоккейного матча Канада с СССР, когда рядом была будка канадского комментатора. И во время атаки канадской команды шайба оказалась непонятна где, тот стал кричать «гол», этот в прямой эфир сказал «фиг вам», да? То есть, понимаете, там, вот, ну, вот, это на весь Советский Союз разлетелось, вот такая была история. Это что? Ошибка? Ну, наверное, это эмоции. Мы же понимаем, что человек живой, это вот возвращаясь к вопросу о том, что может ли человек ошибаться, человек жив, он двигается, у него всегда что-то происходит в его психике, и он не робот, который должен действовать каким-то образом. Хорошо это или плохо? Это вопрос, наверное, профессиональной этики, и, наверное, там, пусть нехай, как бы говорят, доблестные пожарники разбираются, что с этим делать. Но мы, как обыватели, должны понимать, что мы сами регулируем свое отношение, и это про наш характер. Если у нас характер добрый, если у нас характер человечный, то мы понимаем, что, ну, как говорилось, кто без греха, пусть кинет в меня камень, да? А суде кто? Конечно. И если там, условно, там, обо мне нет какого-то там ляпа в эфире, но это не потому, что я их не допускаю, а потому что они просто еще не зафиксированы. Да, потому что ты просто не в эфире. Просто не зафиксированы еще, да? Совершенно верно. Все-таки, возвращаясь к теме перфекционизма, с чего мы начали разговор, перфекционизмом обозначают невротическое состояние, да? Как мотивация, двигатель прогресса. Так ли это? Опять вернемся к вопросу нормы и патологии. Допустим, если мы рассматриваем его в рамках невротического какого-то расстройства, это одна сторона дела. Если рассматриваем в рамках личностного расстройства, это более тяжелая форма. Если в рамках психиатрического расстройства, это самая тяжелая форма. Наверное, самой простой формой перфекционизма будет порядочность, чистоплотность, аккуратность. И в этом ничего страшного? Конечно. Мы все стремимся к тому, чтобы быть порядочными, чистоплотными, аккуратными, следить за своими вещами, за своей работой, выполнять ее качественно. Детей этому учим. И в этом ничего страшного нет. Если мы говорим о крайних каких-то нормах, то мы можем уйти в состояние обсессивно-компульсивного расстройства. Когда у человека появляются на фоне перфекционизма, и параллельно с ним формируются навязчивые мысли о каких-то нормах поведения, например, о чистоплотности, и поведение само. То есть и обсессии, и компульсии, и мысли, и поведение. И мы знаем много случаев, когда люди, к великому сожалению, настолько глубоко погружаются в эту проблему, в эту болезненную проблему. Это на самом деле заболевание такое. В одних случаях это конкретная такая, такой синдром, да. А в каких-то случаях это составная часть более серьезного заболевания, например, шизофрении. И тогда речь идет о том, что человек и сам не проживает жизнь, он и другим не дает жить. То есть человек может, например, годами не выходить из дома. Потому что на улице микробы. На улице бактерии, вирусы, и можно умереть. И, кстати говоря, история с коронавирусом, она очень сильно активизировала такие реакции человека. Очень сильно активизировала. Это может быть очень большое предъявление формальных требований на работе. То есть вроде бы у него перфекционизм такой средней тяжести. Да? И он начальник. И он на работе всех. Вот все должно быть по букве закона. Непонятно какого закона. Его личного заболевания. Это больше его представление. Это даже не то, что написано в должном столе инструкции, а в том, что его представлениях есть. И человек, у которого, скажем, зашкаливает вот этот перфекционизм, он, сидя за столом, он будет стараться, выстроить так, чтобы линия стола была параллельна линии ковра, к примеру, чтобы там чашка. То есть он все время что-то пытается поправить. Когда понять, что уже пора начать волноваться за свое состояние? Вот если начал поправить, то уже пора. Пора. У меня есть знакомая, которая вот только на днях мне сказала, ты знаешь, когда все мои коллеги по воскресеньям отдыхают и куда-то ходят, я драю окна. А я говорю, а зачем ты каждое воскресенье драешь окна? Я по-другому не могу. Тут пора уже волноваться? Пора. Пора. О чем идет речь? Давайте мы сразу скажем, чтобы у зрителей не было такого ощущения, что мы сейчас всех загнали в какие-то рамки патологии. Почему это происходит? Даже если я поправляю какую-то там салфеточку, это такая, знаете, форма успокоить себя. Когда я навожу внешний порядок, я навожу автоматический порядок внутри себя. Очень часто при различных психотехнологиях, например, сугестивных психотехнологиях, очень часто метафорически, когда форма используется в работе психолога, голова человека сравнивается с чердаком дома. И вот когда такую метафору используют, навести порядок в чердаке. Это примерно навести порядок в голове. И человек мысленно, наводя там порядок, он как бы выстраивает все по своим местам. Люди, которые связаны с компьютерами, они знают, что есть такая операция, называется дефрагментация диска. То есть его нужно привести в некоторый порядок, упорядочить, все положить на свои места. И компьютер это делает автоматически, и все как бы на свои места встало. Там такие квадратики, они там прямо видно, как они все между собой выстраиваются. Что-то подобное происходит в голове у человека. Все должно встать на свои места. Люди в силу различных обстоятельств, опять-таки своей собственной истории, истории своей семьи, мы их называем психоисторией семьи, заболеваний каких-то, генетики, естественно, течение жизни, развития, в каких условиях развивался этот человек, кто был рядом с ним и так далее, и так далее. Он очень часто испытывает огромное количество такого невротического воздействия, стрессового воздействия, когда его нервная система не справляется с этой нагрузкой. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что сегодня наш мир требует от людей колоссальных каких-то усилий. И одновременно якобы дает ему за это какие-то преференции. На самом деле их нет. Это на самом деле такой вселенский обман. Протяни руку, и тебе дадут. Хочешь быть богатым, будь им. И так далее. На самом деле все прекрасно понимают, что 100% людей быть 100% богатыми не могут. Это не значит, что человек, приложив усилия, не может стать богатым. Он может стать богатым, но даже у него есть какой-то свой собственный предел. Потому что у него есть свои задатки, у него есть свои способности, у него есть свои интересы и тому подобное. И если человек стремится больше жить жизнью, которая предлагается другими людьми, или интернет-сообществом, он загоняет себя в требования этого сообщества и отводит себя от своей собственной природы. И у него возникает внутриличностная конфликтность. Его начинает внутри трясти и разрывать. И вот этот перфекционизм – это одна из форм привести себя опять-таки в порядок. Понимаете? Почему в Дагестане эта проблема может быть, я не могу судить, но мне кажется так, что может быть ярко выражена. Скорее всего потому, что в Дагестане всегда с трепетом относились к чистоте, порядку, порядочности, то, о чем мы с вами говорили, что люди скажут, да, авторитету, статусу и так далее, и так далее. У нас много поговорок на эту тему, у нас много народной мудрости на эту тему, в частности, когда папы говорят, ты же не сделаешь так, чтобы моя папаха… Да, да, да. Чтобы я вернул свою папаху. Делай все, что угодно, только чтобы мне не было за тебя стыдно. Вот это тоже приводит к чему, что ребенку важно и необходимо быть все время в каком-то определенном напряжении. Да, конечно, быть осознанным – это хорошо, но осознанным быть хорошо, когда ты знаешь, кто ты, какой ты и где ты находишься. В конце концов, как поется в песне группы Наутилус-Помпириус, «И твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад». Вот это, наверное, про это, про осознанное отношение. Арсен Набирич, сейчас большое внимание уделяется расхламлению пространства. Есть даже книги, огромные видео, 8-часовые, там, к примеру, уборка от Марии Кондо. И суть этого всего – расхламление пространства. Там чуть ли не 80% всего, что дома выбрасывается, очищается, все раскладывается, своя там форма раскладывания вещей. И говорится в этих книгах, что если ты расхламляешь пространство, опустошаешь, и вот туда придут и деньги, и хорошая энергия, и все самое хорошее. Это так работает или нет? Ну, я бы сказал, это и так, и не так. Понятно, что под лежачий камень вода не течет. И, в конце концов, если мы хотим кушать, мы должны хотя бы встать и подойти к холодильнику, или разогреть, или приготовить. То есть, само по себе оно не появится на нашем столе. И отчасти в этом есть правота. И в чем именно правота? Она заключается в том, что, опять-таки, исторически, в том числе в Дагестане, сейчас мы говорим про Дагестан, люди жили в сложных, непростых условиях. И было необходимо каким-то образом свои жилища выстраивать. И каким-то образом нужно было накапливать богатство. И, например, ни для кого не секрет, что родители всегда говорили своим, допустим, дочерям, когда у тебя выходили замуж, говорили, все, начинай собирать сундук своим детям. То есть, ребенок только родился, уже собирай сундук своим детям. Это тоже было про как раз-таки нахламление такое. У нас это было всегда. И у нас это накопительство и стремление к накопительству, оно присутствует, к сожалению. В том числе это связано с тем, что мы хотим показать, что мы можем себе это позволить. Про свой статус, опять-таки. Опять это инстинкт доминирования. Чем больше у меня, тем больше я доминирую. И в погоне вот этого доминировать мы захламили свое пространство. У нас небольшие жилища, если мы берем, допустим, квадратные метры советского жилья, или там пусть даже большие квадратные метры сегодня современного жилья, но они настолько нерационально заполнены и настолько они как-то, знаете, неестественно заполнены. Там очень много противоречащих друг другу стилей может быть. Там ремонт может быть предполагающий стиль хай-тек, а мебель может быть в стиле барокко. То есть очень много вот этого несоответствия какого-то. И, как говорят, дорого-богато. И, конечно, есть много вещей, которых не видно, но они тоже где-то хранятся. В чуланах и так далее. Если человек живет по такому принципу, можете себе представить, что происходит у него в психике. У него то же самое. И вот этот процесс расхламления, он как раз таки связан на процесс такой дефрагментации своего жесткого диска, как мозга. И начинается это жилье, совершенно верно, наводя порядок в жилье, начиная выбрасывать то, что не нужно, на самом деле не нужно. А если там есть что-то, что можно было бы использовать, это можно либо отдать кому-то, кому это более нужно, либо в конце концов продать или что-то еще с этим сделать. И это опять возвращает нас к вопросу некоторого минимализма. Здесь, наверное, сейчас на ум приходят такие две стороны. С одной стороны, это связано и с религиозной концепцией, что ты с собой ничего не унесешь, и тебе достаточно то, что у тебя есть, и у тебя будет то, что тебе предписано Всевышним. Не больше, не меньше. И поэтому вот это все лишнее, это уже от лукавого. С другой стороны, вспоминается такая история, и мы как-то говорили в одной из передач о ней, это вот эта скандинавская система лагом, когда достаточно. И там тоже ведь такой достаточно большой минимализм. Потому что, во-первых, люди жили в основном в суровых условиях, где много всего не было, и научились жить при достатке. Вот сегодня мир постепенно разворачивается, и вот это, наверное, расхламление как процесс, свидетельство того, что мир постепенно разворачивается от материального к духовному. И вот это очень важный такой сигнал, который я бы хотел, конечно, чтобы наши зрители для себя услышали и поняли, что сегодня мир постепенно меняет свою траекторию и от накопительства, от материального достатка в сферу минимализма и духовного богатства. Арсен Набевич, огромное вам спасибо за интервью. Оно на самом деле было очень познавателем и интересным. Спасибо вам за то, что пришли, и мы дали возможность поговорить на эту тему, очень важную, на мой взгляд, тему для нас и наших дагестанцев. Спасибо еще раз. А с вами, дорогие друзья, мы прощаемся ровно на одну неделю. Это была программа «Психологическая азбука». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова